Как влияют огурцы на наше здоровье? Есть ли в них польза? Сегодня будет очень много полезной информации, и, возможно, ваше отношение к любимым огурчикам изменится. В первую очередь мы расскажем, как на самом деле огурцы влияют на здоровье, можно ли применять их в лечебных целях, но главное, кому они противопоказаны. Возможно, сейчас многие удивятся и захотят оспорить эту информацию, но мы все-таки ее озвучим. Родины огурцов по одной версии считают Индию и Китай, где их по сей день можно обнаружить растущими посреди дикой природы. По второй версии появились огурцы на территории современной Болгарии, которая в древние времена была одной из фракийских земель. Выращивать культуру стали очень давно, почти 3000 лет назад. Постепенно они распространились по всему миру, и сейчас похрустеть свежим огурчиком любят и в России, и в большинстве других стран. Первое, что привлекает в огурцах последователей здорового образа жизни, это большое количество воды и клетчатка. Благодаря этим составляющим овощ помогает очищать наш организм от плохого холестерина, замедлять старение, нормализовать метаболизм. С ними облегчается процесс пищеварения, улучшается аппетит. Калий в составе овощей помогает улучшить деятельность почек и сердца, нормализует давление и передачу нервных импульсов. А йод нужен для профилактики работы щитовидной железы. Огурцы на 96% состоят из воды, а в ней растворены самые разнообразные полезные вещества, которые благодаря содержанию их во влаге легко усваиваются организмом. Что содержится в огурцах помимо калия и йода? Магний, кремний, цинк, натрий, кальций, фосфор, различные витамины. К примеру, витамин В1 помогает сохранить зрение, улучшает состояние кожи и нормализует работу нервной системы. Витамин С, которого тоже много в огурцах, укрепляет иммунную систему и заботится о кровеносных сосудах. Кислоты в составе овоща помогают регулировать углеводный обмен, предупреждая накопление жировых отложений, выводя излишки углеводов, чтобы они не накапливались в организме в виде жировой ткани. Не менее полезна и огуречная кожура. В ней есть физитин, это алкалоид, имеющий антиоксидантные свойства, который защищает наш мозг и заботится о предотвращении развития болезни Альцгеймера. Лигнаны и фитоэстрогены в кожуре огурца также призваны обезопасить нас от возникновения онкологических заболеваний. Поэтому тем, кто привык счищать кожицу с огурцов, рекомендуется расстаться с этой привычкой. Когда мы едим огурцы, из нашего организма выводится лишняя вода, не скапливаясь в виде отеков. Улучшается работа печени, сердца, почек, укрепляются сосуды. Сок из огурца ценится в народной медицине как отличное противокашливое средство. Помогает он и при болезненных ощущениях в желудке и кишечнике. Огурец обладает мочегонным и желчегонным свойствами, помогает привести в равновесие кислотно-щелочный баланс организма. Если содержание кислоты превышено, нам трудно справляться с гнойниками, фурункулами, прыщами, долго не заживающими ранами. Употребление свежих огурцов поможет нормализовать кислотный баланс. И выздоровление наступит скорее. Большое количество воды в овоще помогает разлагать и выводить токсины, поэтому огурцы часто используют при отравлениях. Если мы ежедневно едим огурцы, нам не стоит беспокоиться о накоплении в организме вредных веществ, шлаков и токсинов, все будет выводиться своевременно и в полной мере. Полезно пить огуречный сок тем, кто страдает заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей. Огурцы и огуречный сок давно и успешно используются как косметологическое средство. Вы удивитесь, но они являются компонентами многих дорогостоящих косметических препаратов для ухода за кожей – кремов, скрабов, гелей. Наши мамы и бабушки не слишком-то заморачивались на покупке очищающей и увлажняющей косметики. Они просто накладывали кружочки огурца вместо маски, пока готовили обед, и выглядели при этом превосходно. Огуречная маска отбеливает, увлажняет, омолаживает кожу лица, обладает легким очищающим эффектом, удаляя ороговевшие частицы, придавая коже нежность и упругость. Тем, кого беспокоит целлюлит, можно порекомендовать маски из огуречной кашицы, которые надо втирать в проблемные места легкими массажными движениями. Огурцы помогают справиться с подростковыми прыщами, акне, черными точками и угревой сыпью, заметно очищая и увлажняя кожу. Кто отчаялся в борьбе против веснушек и пигментных пятен, могут попробовать огуречные маски на ежедневной основе. Чаккойсь. Молодые мамы, скорее всего, зададут вопрос. А можно ли давать огурцы малышам? Да, отвечают специалисты. Но делать это нужно не раньше года, иначе у маленького ребенка может появиться аллергическая реакция. Детям от года и старше дают свежие огурцы, которые помогают укреплять иммунитет, способствуют росту мышечной и костной тканей, улучшению усвояемости белковых продуктов. Кстати, этот совет подойдет и взрослым, которые заботятся о правильном питании. Огурцы лучше всего сочетаются с белковыми продуктами и отлично подходят в качестве гарнира к мясу. Огурцы детям даем сначала в виде пюре, кашицы, а уже позже, когда ребенок научится есть твердую пищу, можно предложить ему салат с добавлением мелко нарезанного или натертого на терке огурца. Такой салат лучше заправлять растительным маслом и соли в него не добавлять. С двухлетнего возраста педиатры и диетологи разрешают давать соленые огурцы. Они помогают улучшить аппетит. Но стоит ограничить их употребление, поскольку соль в составе продукта может вызвать проблемы с почками, с сердечно-сосудистой системой. Поэтому все же отдаем предпочтение свежим огурцам и желательно выращенным на своей грядке. Вообще огурцы можно есть без ограничений. Но всегда стоит помнить о нитратах, которыми фермеры удобряют свои поля. И никуда не деться, нитраты все-таки есть в огурцах, правда не в том количестве, чтобы навредить нашему организму. Поэтому 1-2 огурчика на обед – вполне здоровая норма. Если же количество потребляемых огурцов повышается, то, соответственно, повышается и риск попадания нитратов в наш организм. Кому еще нужно проявлять осторожность при употреблении огурцов в пищу? Конечно же, аллергикам, а также тем, у кого имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Язвы, колиты, гастриты. Всем известный факт – нельзя огурцы запивать молоком, газировкой и холодной водой. Это правда, попадая в наш организм, эти продукты влияют на ЖКТ по-разному, поэтому пищеварение затрудняется, возникают колики, неприятные ощущения и даже расстройство кишечника. Также не рекомендуется есть много огурцов, кормящим мамам. Биологически активные вещества в их составе могут попасть в грудное молоко, вызвав у ребенка диарею, колики, урчание и боли в животике. Естественно, свежие огурцы во много раз полезнее своих соленых и маринованных собратьев из-за того, что в состав добавляется соль, которая может вызвать отеки, проблемы с сердцем и сосудами и прочие неприятности. Поэтому предпочтение отдаем свежим огурцам, желательно сезонным. Выбираем с прилавка самые плотные, без заметных повреждений и признаков гниения. Не забываем их хорошенько мыть под проточной водой, а употреблять вместе с кожурой, в которой очень много полезных веществ. Используйте лето и его оздоровительные продукты на 100%. Свежие, хрустящие и сочные огурчики в этом списке на первом месте. Поэтому самое время позаботиться о своем здоровье.